Всем привет! Вы на канале Ирешу, меня зовут Ирина. Всем привет! Меня зовут Влада, я из города Красноярска, 9 класс. Участие в итоговом собеседовании узнала из Инстаграма. Отлично! Влада, смотри, мы сейчас с тобой проводим пробное итоговое собеседование. Сейчас, вот, общаясь с тобой, я буду в роли собеседника-экзаменатора, то есть я буду не экспертом-учителем-словесником, который будет тебя сразу же оценивать, а я буду собеседником-экзаменатором, который будет тебе давать инструкции, будет засекать время, следить за тем, чтобы ты все корректно выполняла. Потом уже по записи нашего общения, сейчас я на всякий случай проверю, да, запись ведется, по записи нашего общения я уже оценю твой ответ, тебе отдельно напишу, сколько баллов получилось, ну и в видео буду давать разбор твоих ответов. Вот, то есть сейчас, прямо вот пока мы общаемся, сразу же я тебе количество баллов не скажу, скажу его попозже, хорошо? Так, смотри, что тебе нужно в первую очередь сделать, это подготовить листочек, он понадобится тебе для второго задания, листочек и ручку, всё остальное я буду выводить на экран. Давай, подготовь, время я тебе даю, не торопись. А, ещё давай на камеру скажем, что когда ты мне написала, я тебя спросила, готовилась ли ты раньше к итоговому собеседованию, ты сказала, что немного о нём знаешь, но я попросила... Так, ты меня слышишь? Ага, всё, отлично, подвисло немного. Слышу, но плохо вы зависли. А, ну вот, видимо, что-то было с интернетом. Вот сейчас нормально. Хорошо, но я тебя попросила немного подготовиться хотя бы к итоговому собеседованию, как это бы сделал среднестатистический девятиклассник, я надеюсь, перед реальным итоговым собеседованием, то есть чтобы была у тебя какая-то подготовка, тренировка, но с тобой мы не тренировались, то есть это наше с тобой первое общение. Итак, давай приступать будем. В целом итоговое собеседование займёт 15-16 минут. Тебе предстоит выполнить четыре задания. Первое задание – это выразительное чтение текста, второе задание – это пересказ текста, третье задание – это монолог, четвёртое задание – это диалог. Перед каждым заданием я все инструкции буду давать. Приступаем. Первое задание – это выразительное чтение текста вслух. Сейчас я включу демонстрацию экрана. Ну, давай договоримся, да, всё по-честному, ты себя там снимаешь, что ты никакие скриншоты не делаешь, никак не читеришь, в общем, всё по-честному проводим. Задание 1 – чтение текста. Выразительно прочитайте вслух текст о писательнице Светланы Александровне Алексеевич. У вас есть две минуты на подготовку? Я вывожу текст. Можно вот вопрос? Если я вот на данный… Ну, сейчас я вот включу камеру, а как бы параллельно меня снимает, просто мне неудобно на телефоне как бы, ну, с камерой как бы там… А, хорошо, давай, хорошо, да, давай. Скажи, как ты уже будешь нормально видеть текст, и я запущу таймер. Всё? Да-да-да. Угу, время пошло. У тебя две минуты на подготовку. Ну, в принципе, я готова уже. Хорошо. Так, тогда я останавливаю таймер. Давай, читай. Лада, я готова тебя слушать. Можешь читать. Алло, Влада, ты меня слышишь? Влада отключилась. Алло, ты вернулась? Да-да, у меня почему-то всё вылетело. А-а-а. Странно. Ну, бывает. Так, давай снова тогда включаю демонстрацию. Всё, перед выполнением каждого задания, если ты его будешь… Если ты итоговое собеседование будешь проходить в очном формате, то ты на диктофон должна озвучить номер задания, ну и в дистанционном, я думаю, тоже. Поэтому перед тем, как будешь выразительно читать текст, произнеси просто задание один, и можешь приступать к чтению. Так, мне, получается, камеру нужна включать, или можно, если параллельно камера меня записывает, как бы, чтобы, я не знаю, как бы, как удобнее, просто с камерами не очень будет удобно, если я сейчас здесь включу. Ну, пусть здесь без камеры, главное, что тебя, если параллельно записывает, я подставлю экранчик. Ну, тогда все, в принципе, можно. Давай. Задание номер один. И тут в игру вступает Ирина, учитель-словесник, теперь я буду оценивать ответы Влады, я смотрю видеозапись, точнее, больше слушаю аудио через два дня после проведения итогового собеседования, на свежую голову оцениваю все. Но прежде чем перейду к оценке, хочу сказать несколько моментов, прошу вас это послушать. Во-первых, к сожалению, Влада записала себя совсем чуть-чуть, и я не видела, как она готовилась к пересказу, и мы с вами этого не увидим и не узнаем, но это видео я выпускаю, потому что уже запись состоялась, я составила специально вариант для проведения этого итогового собеседования, и выкладываю так, как есть. Во-вторых, прошу не давать резких комментариев, и вообще попрошу вас воздержаться от оценки, потому что Влада согласилась пройти итоговое собеседование со мной, чтобы я ее оценила. Если бы она захотела, чтобы ее оценил кто-то другой, то она бы написала этому другому человеку. Поэтому это видео я выпускаю в первую очередь для девятиклассников, чтобы девятиклассники посмотрели, как может проходить итоговое собеседование в дистанционном формате. И в очном формате, в принципе, тоже, просто не было бы вот таких заминок, которые у нас происходили во время записи, так что если вы будете сдавать итоговое собеседование дистанционно, то будьте готовы ко всему этому. И третье, что я хочу сказать, если вы в девятом классе, если вы хотите потренироваться, проходить итоговое собеседование, не боитесь, что видео я выложу на канал, то пишите мне в сообщение моей группы в ВК, и я думаю, еще с парочкой человек я могу записать такие итоговые собеседования, чтобы другие ребята могли посмотреть, потренироваться, учесть все ошибки своих собратьев. Итак, я буду слушать выразительное чтение текста, делать себе заметки и затем комментировать ответ Влады. Алексеевич окончила отделение журналистики Белорусского государственного университета. После она несколько лет работала в различных газетах, а в 1975 году начала литературную деятельность. Первой книгой Алексеевич стал сборник очерков «Я уехала из деревни», в которой вошли монологи людей, покинувшие родные места. В 1983 году Светлана Александровна написала книгу «У войны». «Неженское лицо», которое пролежало в издательстве два года. Автора обвинили в пацифизме, натурализме и развенчании героического образа советской женщины. В 1985 году произведение почти одновременно вышло в нескольких издательствах, а общий тираж составил 2 миллиона экземпляров. В 1985 году вышла вторая книга Алексеевич «Последние свидетели» «100 недетских рассказов». Следующая книга «Цинковые мальчики» 1989 года «О советских солдатах на афганской войне». В 1993 году вышла книга «Зочарованная смертью», а в 1997 году была опубликована книга «Чернобыльская молитва». В 2013 году была издана книга «Премя секунд хэнд». Книги писательницы издавались в 19 странах – США, Великобритании, Болгарии, Вьетнаме, Германии, Индии, Франции, Швеции, Японии и другие. 8 октября 2015 года Светлане Алексеевне присуждена «Нобелевская премия по литературе». Пока Влада читала, я делала пометки в самом тексте. Сначала оценю выразительное чтение по критериям «Интонация чтения» и «Темп чтения». По первому критерию я ставлю 0 баллов, потому что не везде интонация была соблюдена. Например, вот здесь стоит точка, Влада здесь не остановилась. Название произведения у войны, неженское лицо, интонация не была соблюдена. В этом месте была слишком большая пауза, хотя она не требовалась. А в 1997 году была опубликована книга «Чернобыльская молитва», перед была пауза не нужна. Ну и в целом могу отметить, что чтение было довольно монотонным, без логических ударений и акцентов в нужных местах. Темп чтения при этом нормальный, спокойный, не слишком быстрый, не слишком медленный, поэтому за темп чтения я ставлю 1 балл. Теперь поговорим об ошибках. Во-первых, Влада немножко не так как нужно произносила фамилию Светланы Алексеевич. Хотя я озвучивала задание, и Влада могла услышать, как читается фамилия. Влада допустила несколько грамматических ошибок. В тексте было написано «людей покинувших», родные места Влада прочитала не так. Авторы обвиняли в пацифизме, Влада прочитала «обвинили в пацифизме». В 19 странах, поэтому где написано «идр», нужно было прочитать и других странах. И орфоэпическая ошибка, к сожалению, тоже была допущена, читается правильно «second hand». Ударение в городе Ивано-Франковск за ошибку я не считаю, потому что это моя ошибка, я должна была поставить ударение в этом слове, когда составляла текст, но забыла про это, поэтому это ударение за ошибку я не считаю. Таким образом, уже можно сказать, что по критериям грамматика, орфейпи и искажение слов по всем этим критериям ставятся нули, вне зависимости от того, какие ошибки будут допущены в пересказе, потому что уже максимальный порог Влада перешагнула. Перехожу к оцениванию пересказа. Так, переходим ко второму заданию, это пересказ текста. Тебе нужно сделать следующее. Подробно перескажите прочитанный вами текст от Светлани Александровне Алексеевич, включив в пересказ слова писателя и поэта Дмитрия Быкова. Эти слова ты можешь просто читать, их запоминать наизусть не нужно, или переписывать тоже не нужно. Подумайте, где лучше использовать слова Дмитрия Быкова в пересказе. Вы можете использовать любые способы цитирования. Я сейчас... У тебя на подготовку есть тоже две минуты на подготовку к пересказу. Я сейчас сделаю вот этот экран с исходным текстом, чтобы ты могла вести записи. И, как запишешь, я еще раз переведу вот на эту цитату, потому что... А, хотя я нет, я могу сделать просто помельче. Ага, хорошо. Ну, просто тебе тогда вот сразу будет тут нормально видно и цитату, и исходный текст. Так. Готово готовиться к пересказу? Давай засекаю две минуты. У тебя остается 15 секунд. Все, время закончилось. Текст я убираю. Теперь у тебя перед глазами есть цитата. Ну, поле для заметок здесь тебе никак не использовать, но у тебя перед глазами есть лист, на котором ты делала заметки. Приступай к пересказу, и вначале обязательно скажи задание 2. Сейчас, подождите минутку, у меня тут с камерой, по которой параллельно снимает, тут почему-то выключила, сейчас я быстренько... Давай. Задание номер 2. Ну, получается, листочек я могу уже смотреть? Да, листочек ты можешь смотреть и на эту цитату можешь смотреть. Задание номер 2. В 1972 году Светлана Александровна укончила отделение журналистики в Белоруссии и далее работала в различных газетах. С 1975 года у нее началась литературная деятельность. Также у Светланы Александровны были написаны многие книги на различные темы. Также, получается, данные книги были проданы в разных странах. И далее Светлане Алексеевне была присуждена Нобелевская премия по литературе. У меня вот проблема, получается, я маленько запуталась, мне нужно это... Просчитать можно, получается, цитату? Да, можно. Блин, у меня совсем ничего не получается. Не-не, все получается, все нормально. Просто цитаты я как бы не знаю, как. А также писатель и поэт Дмитрий Быков выразился о Светлане Алексеевич, то, что Светлана Алексеевич получил премию за высокую моральность своих произведений, за поиск правды, за отчаянное противостояние, тоталитаризму, за мужество, с которым она рассказывала о закрытых зонах 20 века, о Чернобыльской трагедии, об участии женщины на войне, об участии ребенка после войны, об Афганистане. Это премия русскому миру в его настоящее значение. Не тому русскому миру, который несет ложь и агрессию, а тому, который защищает обезделенных говорить правду. Не знаю, в общем, все, ну, как-то не очень получилось. Ну, ничего, ну, ты пересказала текст, ставила цитату, потом я оценю тебе, скажу результат. Но это все равно еще не все итоговое собеседование, так что баллы можно еще набрать за вторую часть. Сначала оцениваю содержание пересказа. В первую очередь все микротемы исходного текста Влада сохранила, поэтому по критерию P1 я ставлю 2 балла. Кстати, если у вас есть вопросы о критериях оценивания итогового собеседования, то перейдите, посмотрите отдельное видео, сейчас подсказка на него появится. По второму критерию я вынуждена поставить 0 баллов, потому что Влада допустила фактическую ошибку и Светлану Александровну переименовала в Светлану Алексеевну. Теперь поговорим про цитату. Хоть я Владу и просила подготовиться к итоговому собеседованию, было очевидно, что... Ну, это мое мнение, возможно, это не так, но мне было очевидно, что Влада не проработала пункт, связанный с цитированием, она не знала, как процитировать, и не думала о том, что нужно сразу же после пересказа включать цитату, стала задавать мне вопросы, это совершенно неуместно, и собеседник-экзаменатор мог бы не отвечать на эти вопросы. Хоть Влада и зачитала цитату, но, к сожалению, время уже было потеряно. Включила цитату в пересказ Влада при помощи фразы, выразился то, что, которое является неверной, и продолжу сразу же говорить про орфоэпические ошибки. Влада прочитала обездоленных, хотя там ее не была написана, то есть еще была допущена Влада орфоэпическая ошибка. Несмотря на то, что по следующим четырем критериям я уже поставила нули, все равно ошибки прокомментирую. Во-первых, совершенно неуместны слова-паразиты, получается, блин, это речевые ошибки. В начале пересказа тоже получилась речевая ошибка, из-за того, что Влада не назвала слово отца, и получилось, что демобилизовали всю семью. И еще, очевидно, была допущена грамматическая ошибка, Влада подбирала слова, пыталась сформулировать мысли, и получилось следующее. Также у Светлана Александровна, у была, были написаны книги. Таким образом, за первую часть Влада набрала 3 балла, перехожу к оцениванию второй части. Вторая часть, первое задание второй части, а всего это третье задание, это монологическое высказывание. Для начала тебе нужно выбрать одну из предложенных тем, а затем, уже когда ты выберешь тему, я тебе дам развернутый план. Тема 1. Зимние забавы на основе описания фотографии. Тема 2. Мой звездный час. Повествование на основе жизненного опыта. И тема 3. Зачем нужно знать иностранные языки. Рассуждение по поставленному вопросу. На подготовку у тебя будет 1 минута, все высказывание должно будет занимать не более 3 минут. Какую тему ты выбираешь? Нет, это получается, я... А, да, да, все хорошо, поняла. Ну, я первую тему выберу. Первую тему выбираешь. Так, теперь я тебе показываю карточку. Задание 3. Тема 1. Зимние забавы. Опишите фотографию. Вот такая фотография. И вот такие опорные пункты. Но помни о том, что ты можешь использовать не только эти опорные пункты. Твоя задача описать фотографию. Тема. Еще раз зимние забавы. У тебя на подготовку 1 минута. Здесь уже делать заметки нельзя. Нужно просто в голове построить монолог. Засекаю минуту. Время закончилось. Для начала давайте посчитаем количество фраз. Все, я готова. Давай. На данной фотографии изображены компании детей. Скорее всего, они находятся в детском саду. На фотографии дети лепят снеговика, играют в зимние забавы, можно так сказать. Это зимнее время года. Также на фотографии дети очень счастливы. Они улыбаются, веселятся. Данная фотография передает те детские моменты, дружеские, когда мы могли так же, как на данной фотографии дети, собраться, поиграть в снежки, построить снеговика. У меня почему-то экран исчез, а вот картинка. Ну, в общем, все. Получилось, как видите, 6 фраз. Если фраза произносится долго, и между словами большие паузы, это не значит, что фраза дробится на несколько. Возможно, вы насчитаете 7-8 фраз, но точно 10 фраз нет. Поэтому по первому критерию я вынуждена поставить 0 баллов. Условия речевой ситуации учтены. За это ставлю 1 балл, но по третьему критерию ставлю 0 баллов. Это типичная ошибка. Влада просто отвечала на опорные вопросы, но цельным ее высказывание не получилось. К сожалению, ставлю 0 баллов. Теперь назову ошибки. Вначале вы могли слышать грамматическую ошибку. Изображены компания. И Владой были допущены речевые ошибки. И за речи речевое оформление я сразу же ставлю 0 баллов, потому что слишком много в речи было хиазмов. Эм, ну, эээээ. Такого не должно быть при устном ответе. Ну и речевые ошибки играют в забавы. Так нельзя сказать. Либо просто играют, либо участвуют в забавах. Фотография передает дружеские моменты. И построить снеговика. Можно слепить снеговика. Орфоэпических ошибок не было, поэтому по орфоэпии пока что ничего не ставлю, но за грамматику речи речевое оформление поставила сразу же нули. Теперь буду оценивать диалог. Хорошо. Теперь я выключаю демонстрацию. Так, выключилась, да? Потому что вопросы диалога ты должна воспринимать на слух. Видеть ты их не должна. Осталось четвертое задание. Это диалог. Во время беседы вам будут предложены вопросы по выбранной вами теме, то есть по теме номер один. Пожалуйста, давайте полные ответы на вопросы, заданные экзаменатором-собеседником. Итак, тема один. Зимние забавы. Первый вопрос. Какие у вас есть любимые зимние забавы? У меня зимние забавы это кататься на плюшках с горы, также устроить снеговика, кататься на горках, играть в снежки, строить зимние крепости. Второй вопрос. Ещё что-то? Нет. Есть ли в вашей семье зимние традиции? Если да, то какие? Нет, нету. Третий вопрос. Зимой в свободное время вы предпочитаете быть дома или проводить время на улице? Зимой я предпочитаю проводить время на улице, с друзьями гулять, особенно на каникулах. Влада ответила на все вопросы, несмотря на то, что на второй вопрос она ответила нет, но так можно было ответить, и учла условия речевой ситуации. Орфоэпических ошибок, к счастью, не было, поэтому за соблюдение орфоэпических норм я ставлю один балл. Речевую ошибку назову, я думаю, вы её услышали, она была допущена в начале, у меня зимние забавы, это кататься, некорректно построено предложение. Таким образом, за всё итоговое собеседование Влада получает 7 баллов, к сожалению, этого недостаточно для получения зачёта. Влада, я тебе рекомендую продолжать готовиться к итоговому собеседованию, я понимаю, что ты волновалась, да, и всем говорю, что это нормально, что вы будете волноваться, но ваше волнение не должно лишать вас баллов. Хорошо, тогда всё, собеседование мы, получается, закончили. Все четыре задания ты выполнила. Спасибо большое, что поучаствовала, надеюсь, что ты теперь более реалистично представила, что тебе предстоит пройти в феврале. Какие выводы я могу сделать? Нужно готовиться к итоговому собеседованию, и даже если вы планируете, что вы сделаете себе скриншоты и перескажете текст в виде его, то вам никакие скриншоты не помогут построить монолог и не избавят вас от речевых, грамматических, орфоэпических ошибок. Поэтому обязательно нужно тренироваться, записывайте себя на диктофон, проходите итоговое собеседование друг с другом, с родителями, но продолжайте тренироваться. На моём канале разобраны все задания итогового собеседования, есть отдельный плейлист, перейдите, посмотрите, сейчас подсказка появится. Если у вас есть вопросы, то задавайте их в комментариях. Повторяю, что вы тоже можете принять участие в итоговом собеседовании вместе со мной, для этого нужно написать мне в моей группе в ВК. Спасибо большое за просмотр, будьтесь и решу, ведь я всё решу. Удачи, пока-пока!